Приветствуем всех у нас на канале. К этому часу мы собрали следующие новости. Серия Call of Duty появится на Nintendo Switch. Первый эпизод Sonic Prime раньше премьеры покажут в Roblox. CD Projekt Red закроет сервера мобильный Ведьмак-Охотник на чудовищ и многое другое. Авторы сериала Dr. Кто объявили о старте съемок следующего сезона. За сценарий будет отвечать Рассел Т. Дэвис, работавший на шоу с 2005 по 2010 года. Новую версию Доктора сыграет Шути Гатва, а его спутницу Милли Гибсон. Напомним, также в 2023 году должен выйти специальный эпизод с Дэвидом Теннентом в главной роли. Издание Game Informer показало 10 минут игрового процесса пошаговой стратегии Инкулинати, выполненной в стиле средневековых гравюр. В ролике продемонстрировали сражения с использованием некоторых механик, к примеру, расположение препятствий на поле боя или добавление новых юнитов путем рисования их на странице книги. Релиз проекта ожидается этой зимой. Точная дата пока неизвестна. The Hollywood Reporter сообщили о переносе премьеры фильма Flash. Теперь появление ленты в кинотеатрах запланировано на неделю раньше, 16 июня 2023 года, а не 2023. Напомним, картина запустит мультивселенную DC с двумя Барри Алленами, двумя Бэтменами и новым Криптонцем. Авторы полнометражного аниме «Судзуме закрывает двери» назвали дату начала международного проката. Его можно будет посмотреть на большом экране за пределами стран Азии с 13 апреля 2023 года. Напомним, премьера в Японии состоялась 11 ноября текущего года. Создатели Vampire Survivors представили первое дополнение Legacy of the Moon Spell. Вместе с ним планируют добавить заснеженную карту, несколько видов монстров, 8 персонажей, 6 музыкальных композиций и 13 предметов, среди которых зачарованные кимоно, набор магических сфер и посох клана лунных заклинателей. Страницы DLC уже доступны в магазине Steam, однако дата релиза неизвестна. CD Projekt Red закроет сервера мобильный «Ведьмак. Охотник на чудовищ» 30 июня 2023 года. Информация появилась на официальном сайте студии. 31 января ее уберут из Google Play и App Store, а также отключат внутриигровой магазин. После этого прекратится выпуск контентных обновлений. По словам компании, такое решение приняли из-за желания сосредоточиться на основных проектах. Разработчики Dead Island 2 выпустили обзорный геймплейный трейлер. Его посвятили некоторым видам оружия. Среди них катаны, молоты и большое количество огнестрела. Также демонстрируются различные способы уничтожения противников за представленных ранее героев. Помимо этого в ролике показали механику превращения, позволяющую на короткое время стать зомби. Напомним, релиз Dead Island 2 ожидается 28 апреля 2023 года. Предварительный просмотр первого эпизода анимационного сериала Sonic Prime пройдет в Roblox. Информация появилась на сайте проекта, а также на странице куратора игровых новостей Райана Брауна из Super Air Games. Эта премьера запланирована на 10 декабря, 18 часов по московскому времени. Глава Xbox Филл Спенсер в интервью изданию The Washington Post объявил о выпуске игр серии Call of Duty на Nintendo Switch, если сделка по покупке Activision Blizzard состоится. По его словам, Microsoft и Nintendo заключили договор длительностью на 10 лет для начала. И как только приобретение Activision Blizzard будет завершено, последнее сразу запустит разработку версий для гибридной консоли. В то же время убирать проекты из Steam не планируют. Как отмечается, конкретный срок выбран для указания в документах. На деле все контракты с другими платформами планируют постоянно продлевать. Спенсер также добавил, что Sony до сих пор не дала согласия на аналогичную сделку. Rockstar поделились подробностями декабрьского обновления Grand Theft Auto Online. Так будут добавлены трассировка лучей для версии на PlayStation 5 и Xbox Series X, более быстрый доступ к контактам iFruit через меню, бизнес-селл-миссии можно будет запускать через экспедиционный грузовик Terrorbyte, задание казино Агаты откроют для соло-игроков, бонус за продажу редких автомобилей и выплаты за сбыт контрабанды увеличат в три раза. Также планируются новые мировые события, транспорт и миссии «Контакт», правда их детали пока неизвестны. Обновление выйдет позже в текущем месяце. Microsoft запатентовала альтернативный дизайн геймпадов для консолей Xbox. Главной особенностью станет встроенный дисплей, посредством которого планируется реализовывать упрощенное подключение к разным устройствам. Согласно документу, девайс также должен отображать избранные уведомления, переключаться между консолью и облачными сервисами. Вероятно, в экран внедрят и другие, пока не названные опции. Издание Game Informer опубликовало 10 минут геймплея Dragon Quest Treasures. В ролике показали путешествия по миру, некоторые сюжетные заставки и сражения с различными противниками. Релиз проекта ожидается 9 декабря эксклюзивно на Nintendo Switch. Благодарим, что досмотрели до конца. Будем рады, если вы оставите лайки и комментарии, а также подпишитесь, если еще этого не сделали или же пришли к нам впервые. Также напоминаем про наши ТикТок и Телеграм-каналы, ссылки на которые в описании. Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!